Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать расклад на одну позицию. Наверное, сегодняшний расклад и следующий будет, может быть, еще два, да. Хочу записать на тему финансов, покопаться в этом направлении. Поэтому, если кому интересна тема финансов, присоединяйтесь и на следующей неделе к нам. Сегодня расклад будет на одну позицию. Назвала я его «Человек без денег». Не знаю, почему-то мне как-то так пошло, да, и будем разбираться сегодня как раз-таки с этой тематикой. Как он называется? Оригинальное название расклада я уже не помню, как называется. Почему? Потому что расклад взят из дневника «Мастерской Таро Сознание». Вот. У меня тоже есть аналогичный дневник. Если вы коллега или просто увлекаетесь второй, вам интересно поработать с готовыми раскладами, то есть с раскладами, в которых уже есть вопросы, можете написать мне на почту для того, чтобы приобрести этот дневник. Ну, а мы с вами приступаем. Первый вопрос. Что происходит с финансами в настоящее время? Девятка страхов. Девятка мечей, волнение, переживания. Такое ощущение, что, знаете, как будто бы скопилась куча каких-то дел, либо проблем нерешенных. Причем интересно то, что те же самые проблемы, если бы у вас были деньги, да, вы бы все равно их не решали. Просто сейчас за отсутствием денег как-то эти проблемы стали более яркими, что ли у вас возникает вот это вот беспокойство, ощущение, что вот мне надо решить эти задачи именно сейчас. Хотя по актуальности я не могу сказать, что вот они как-то отличались два месяца, полгода назад. То есть все, в принципе, одно и то же. Ощущение того, что образ жизни, он один и тот же, но вот как-то сейчас активировались больше ваши страхи, какие-то вот переживания, волнения. У меня есть чувство такое, если убрать ту ситуацию, в которой мы сейчас живем, вот то чувство того, что я не в безопасности, да, вот какие-то стрессовые моменты, да, люди, ощущение того, что вот человек здесь очень сильно переживает, волнуется. Спрашиваю, за что? Может быть, здесь есть что-то косвенно касательно финансов. Ну, выпала королева Пендакли. То есть здесь как раз-таки проблема-то и связана непосредственно с финансами. И даже, знаете, финансы, которые нужны будут на основные какие-то потребности, чтобы их покрыть, да, связаны с заботой, здоровьем, да, может быть, для кого-то действительно с ведением хозяйства. Для домашних животных вот здесь вот какое-то такое ощущение. Может быть, допустим, у кого-то животное нуждается в операции, и это стоит дорого, да. Здесь какая-то, знаете, опять сказать, что вот острая-острая такая проблема нужды, я не могу, но я вижу здесь какой-то вот ностальгии. То ли вы как-то обращены в прошлое и думаете, что вот когда-то был период, когда я больше зарабатывала, либо как-то вот были больше возможностей. Здесь сожаление о том, что либо в прошлом, когда были деньги, я что-то не сделала, сейчас я этого не могу. Вот здесь какие-то переживания и волнения связаны еще и с воспоминанием, с некой такой ностальгией, грустью. У меня бывают такие моменты, знаете, навеяло. Может быть, с возрастом такое тоже, да, что ощущение того, что время проходит, и у меня как будто бы не будет возможности достигнуть того, чего я хочу, то есть стать тем человеком. Как будто бы, знаете, вот вы, кем я хотел, ощущение, что шансов стало намного меньше. Опять-таки, это ваше субъективное восприятие. Вот просто бывают такие моменты, когда просыпаешься в не очень хорошем настроении, и вот все тебе не так, и все тебе не так. Вот здесь вот примерно что-то такое аналогичное. Давайте я посмотрю еще вот на этой колоде, да, с психологической точки зрения, что у вас здесь происходит. Потому что вот я вижу какие-то страхи. Я не могу сказать, что они обоснованные. Что происходит с финансами? Ну вот, королева кубков, да, то есть волнение, переживание, чрезмерная какая-то вот мнительность, да, ощущение того, что сама обстановка, она как будто бы нагнетает. Еще раз скажу, я не ощущаю здесь вот прям такой нужды, нужды, что вот люди нищенствуют, прям действительно вынуждены заниматься попрошайничеством, ну потому что вообще нету никаких источников, нет. Я вижу здесь какое-то вот очень сильное волнение, переживание. По поводу, знаете, больше всего, что здесь, что здесь у меня не случайно было такое ощущение по поводу вот именно перспектив, да, что чувство, что как-то вот я не смогу что-то расширить, что вот не получится как будто бы деньги, чтобы они увеличились, чтобы количество денег, да, как-то вот увеличилось. Здесь ощущение того, что они даже не имеют свойства заканчиваться, а вот здесь вот как будто бы все стабильно, да, вот как есть, так и есть. И вот переживание здесь за то, что я не могу, не получается как-то вот увеличить этот доход, да, расширить. Расширить свою какую-то энергоемкость. То есть, знаете, вот бывает такое чувство, что есть идеи, а как-то, как их реализовать таким образом, чтобы они приносили деньги. Здесь нету, вот как будто бы исчерпал, да, человек исчерпал себя изнутри. И вот хотелось бы как-то вот наружу что-то выйти. Вот мне как-то такое здесь показывают. И не получается. Так, ну здесь разные, да, моменты вы услышали. Каждого свое. Я, по крайней мере, три варианта услышала здесь. Хорошо. Как вы видите ситуацию на сейчас? Знаете, пока, пока вот попажу кубков, как будто бы какое-то новое начинание того, как вы будете взаимодействовать. Здесь действительно чувство, вот как будто бы через кризис человек вынужден будет что-то сделать по-другому, по-новому. И вот это вот, скорее всего, вот эти вот волнения, они и влияют на вас. Что здесь что-то новое, как-то по-другому надо делать, как-то по-другому надо действовать, выстраивать свои взаимоотношения. Именно с финансами. Что что-то новое рождается, причем, знаете, такое достаточно перспективное. Вы как будто бы сейчас научаетесь, как коммуницировать с деньгами, да, вот как выстраивать отношения именно с деньгами. Как сделать так, чтобы они приходили, либо вот как-то, знаете, наладить хозяйство. Вот я не знаю, как. Вот у хорошего хозяина, да, у него все по своим местам разложено. Он знает, где что находится, где, когда, допустим, надо какие-то фрукты собирать, да. Либо, когда надо что-то посеять, либо, когда надо удобрения. Видишь, такое ощущение, что вы входите, да, так осторожно, очень эмоционально, вы как будто бы изучаете эту сферу сейчас. Это ваше восприятие вот этой ситуации. Поэтому здесь, скорее всего, вы переживаете по этому поводу, потому что многое непонятно. Это когда устраиваешься на новую работу, вроде бы, да, я как специалист нахожусь на своем месте. Ну, коллектив-то новый, и вот вообще все, вся обстановка новая, я еще не знаю, как. И я как будто бы вот прощупываю эту почву, как и что мне делать. Вот здесь вот примерно что-то такое. Как вы видите обстановку. Настя, ну, здесь есть много каких-то нерешенных вопросов, да. Нужно найти ответы, с одной стороны. А с другой стороны, вот как-то планируете. В голове есть какие-то идеи, выстраиваете планы, что можно сделать, да. Я бы сказала, больше находитесь в голове. Вот здесь вот ощущение какого-то ученичества у меня проходит. Пускай напрямую карт нету, да, но энергия, она такая. То есть шуток, вот вы как будто бы начали заново, либо новый путь начали, либо, ну, здесь уже есть начало, здесь не про будущее, здесь уже есть какое-то начало, обнуление. Да, и вот человек думает, знаете, это как выжить, да, в сложившейся ситуации. То есть что я должен сделать, как я могу зарабатывать. Да, если, допустим, нет возможности, там, я не знаю, использовать какую-то валюту, то, возможно, нужно посмотреть в сторону криптовалюты. Ну, к примеру, да. То есть здесь человек как будто бы ищет какие-то новые, новые варианты. И вот то, что он ищет, да, пока это вот на уровне ментала, на уровне размышления, на уровне обдумывания. Здесь как будто бы ты дураком не хочешь прослыть, потому что все-таки здесь люди не, ну, не юные, да, не 20 лет и не 30 лет, да. Здесь достаточно взрослые, да, у каждого человека есть свои ответственности, свои обязанности. Но с другой стороны, здесь вот как будто бы одновременно, да, человек видит что-то позитивное. То есть что-то открывается, я как будто бы еще нащупать не могу. Но я четко понимаю, что здесь есть какие-то шансы. Есть много пробелов просто, не хватает какой-то информации. И вот из-за этого, да, то есть чувство, что не все ясно, не все прозрачно. И из-за этого человек здесь может переживать, может волноваться за этот счет. Хорошо. Основное препятствие на данный момент. Король мечей. И вот опять тройка мечей. Я бы сказала, знаете, какое-то вот непонимание, да, почему? Потому что король мечей, то есть здесь волнение именно на уровне пентала. То ли вы себя накручиваете, то ли, возможно, вы как-то себя вините здесь за то, что, ну вот когда-то что-то я не сделал. Здесь очень много мыслей. Очень много мыслей. Здесь, знаете, такое ощущение, что основное препятствие связано с тем, что вы хотите разобраться в ситуации. А разобраться в ситуации сейчас не получается, потому что сама ситуация, она еще не прозрачная. Она еще не устаканившаяся, да, здесь еще нет четкого определения, что, как. А здесь уже хочется иметь какие-то ориентиры. Это вот когда, знаете, завариваешь чай, и вот вода начинает закипать, да, она еще бурлит. И нужно несколько секунд, ну вот чтобы она хотя бы перестала бурлить, и потом можно будет заварить чай. Ну то есть по идее, когда вот все это булькает, булькает, это же разливается, и она, ну не получится сразу залить, заварить чай. Да, нужно какое-то время, чтобы хотя бы, эти, как его, это бурление приостановилось немножко. Вот здесь вот такое, но главное, здесь вот в голове почему-то вы себя вините, корите за ту ситуацию, которая с вами сейчас происходит. Да, что вот она как будто бы патывает, что вы упали на самое дно. Но здесь, знаете, как-то интересно, здесь не эмоции, эмоции, сказать, что вот вы прям там рыдаете, либо еще что-то. А здесь вот как-то почему-то ваши мысли, они направлены на негатив. Они направлены на какой-то вот деструктив. То есть вы думаете в негативном ключе, и это является препятствием. Что еще является основным препятствием? Ну вот пятерка губков, да, вот какая-то утрата, какая-то потеря, завершение. И вот опять девятка мечей на повторе. Знаете, здесь я бы сказала, что ваши переживания, они поверхностные. Ну то есть, как-то знаете, вот когда смотришь фильмы ужасов, особенно если это вечером, потом тебе везде все что-то мерещится, кто-то там проходит, кто-то там шумит, а ты вот напуган. Вот здесь вот примерно такое же, да, то есть казалось бы, да, фильмы ужасов постанова, и там, ну, можно как-то по-другому реагировать, но все равно страшно. Вот здесь что-то такое аналогичное, да, что как будто бы я утратила то, что было очень ценное, где-то сам себя за это наказываю, но при этом я и не вижу выхода из этой ситуации. Вместо того, чтобы как-то, я не знаю, пойти вот посмотреть на ситуацию по другим углам, да, с точки зрения каких-то шансов, перспектив, здесь наоборот человек, знаете, как маленький ребенок, пошел, встал сам в угол. Почему? Потому что, во-первых, он привык, что когда его наказывают, это одна из мер наказаний, да, пойти в угол. А во-вторых, он сам себя как будто бы наказал, да, то есть не кто-то его наказал. Вот здесь вот человек, который сам себя наказал за какой-то свой проступок, да, и он очень сильно переживает на этот счет. Но вот эти вот переживания, да, они имеют место быть, но они как будто бы накрученные, они чрезмерные, они лишние, ну, то есть сейчас не время переживать на этот счет. То есть ситуация обстоит здесь с финансами, что действительно это трудно, сложно, но сейчас не время, как говорится, знаете, там, переживать, там, сокрушаться о чем-то. Нужно как будто бы вот сначала решить задачу, а потом, когда все уляжется, все успокоится, потом уже можно там позволить себе как-то выписывать какие-то свои эмоции. Но я не вижу, хоть здесь и выпадает, например, да, вот пятерка кубков, как эмоциональная карта, там, паш кубков, тройка мечей. Я не вижу эмоций, я вижу здесь сухое, сухое размышление, да, здесь нету эмоций. Как будто бы все эти переживания, они именно в голове, не где-то, то есть не в материальном мире, не по факту, не то, что, допустим, там, пришел человеку счет, и он не знает, где ему, как взять деньги, чтобы его оплатить, потому что он огромный. Нет. А здесь вот как-то вот накручивание, знаете, действительно, как будто бы атмосфера такая, что она наседает на тебя, и тебе вот как-то, ну, некомфортно становится и страшно. Знаете, вот в воздухе веет вот это, вот этим негативом, да, летают вот флуиды негатива, вот всех этих переживаний, ненужных мыслей, горечи, страдания, что все, конец света. Вот что-то такое здесь происходит. Но я не вижу, что это вот, чтобы это имело под собой какую-то основу, понимаете? И что вам необходимо осознать в сложившейся ситуации? Это императрица и король кубков. Что то, что с вами сейчас происходит, оно направлено как раз-таки на то, чтобы вы стали императрицей, независимо от вашего пола, мужчина вы или женщина, да. То есть вы стали человеком таким, знаете, уверенным, да. Здесь про благость, здесь про то, что нужно научиться взращивать в себе вот именно вот эту, знаете, духовность, да. Своё отношение к жизни, чтобы оно было плодородом, чтобы вы плодородие несли изнутри, чтобы вы были уверены в себе, чтобы вы чётко понимали, что вы хотите, как вы можете получить то, что вы хотите. Здесь ощущение некой такой зрелости. То есть вас как будто бы ведут именно к этому, чтобы вы пришли к какому-то этапу, в котором вы будете удовлетворены, чтобы ваши желания были удовлетворены. Для этого нужны определённые перемены. Вот вам говорят о том, что вам нужно это осознать. И король кубков у нас здесь говорит за прошлое, да, что по сути то, что вот вы сейчас пожинаете, это является следствием того, что вы сеяли в прошлом. И задача как раз-таки об этом, что нужно изменить. То есть вам сейчас не нравится то, что вы имеете. И вот даётся вам как раз-таки шанс, который вам показывает, что вот то, что ты имеешь сейчас, да, это ты в прошлом сеял. И в прошлом ты был незрелый. И поэтому твои следствия сейчас, они тоже недостаточно продуктивны, эффективны. И вот эта вот, как бы сказать, кризисная ситуация, она даётся для того, чтобы мы пересмотрели какие-то вот в прошлом те семена, которые мы сеяли, и заново посеять нужные уже на основе прошлого. Но вас однозначно ведут к высокому уровню. К уровню, где вы не будете беспокоиться, где вы не будете переживать, где вы будете уверены в себе, что вам ещё необходимо осознать. Что на данный момент по пятёрке мечей вы элементарно занимаетесь самобичеванием. И это ни к чему хорошему вас не приведёт. То есть это наоборот обесценивание самого себя, да. Вот то, что я и говорила, вот этот вот урок из прошлого. То есть не нужно смотреть на ситуацию, как, знаете, вот стакан наполовину пустой, либо наполовину полный. Вот здесь вот ощущение того, что человек смотрит, что стакан наполовину пустой. А вам говорят, вам нужно смотреть, что он наполовину полный. То есть не надо обесценивать, что всё равно что-то вы в своей жизни сделали, да, как-то, что-то хорошее есть. Почему сделано сейчас, вот в связи с общим вот таким вот веянием, да, в атмосфере негатива, вы занимаетесь каким-то самобичеванием и самонаказанием. Это вам не помогает. Что вам нужно осознать здесь по четвёрке жезлов, что вот это как раз-таки детская позиция, да, по четвёрке жезлов. Вот здесь ребёнок, ну, взрослый человек, да, проигрывает роль некого такого клоуна, которому четыре годика, и он вот празднует, да, то есть в взрослом теле ребёнок, которому празднует четырёх... четырёх... своё четырёхлетие. И вот здесь вот эта вот позиция, что это детская позиция самобичевания. То есть она не привёдет ни к чему хорошему, когда вы сами себя как-то наказываете, обижаете. И чем... причём, знаете, чем больше вы себя обижаете, тем больше вы притягиваете такие ситуации вокруг себя. И получается некий такой порочный круг. Как он выражен вот в колоде Таро Сумасшедшего Дома, я уже вам, по-моему, показывала, что здесь человек, он видит своё отражение в зеркале, оно ему не нравится, и он начинает злиться. И в своём гневе, в своей вот этой вот агрессии, он со злостью ударяет рукой об зеркало, сам себя ранит, и ему ещё больше становится больно. То есть, с одной стороны, что он себе не нравится, а с другой стороны, казалось бы, он как будто бы наказал своё отражение, но вместо этого он опять наказал сам себя. И вот это вот как раз-таки выражение того порочного круга, о котором я вам говорила. Вам вот это вот нужно осознать. Тише, вы просто смотрите не на ту сторону медали, которая вам необходима. Вам нужно посмотреть на сторону имперантрица, что вас ведут к этому, да, то есть, к чему я иду, а не от чего я убегаю. Здесь мотивация к, а не мотивация от. Хорошо, следующий вопрос. В каком финансовом сценарии вы находитесь? В каком финансовом? Вот разрушение, понимаете? Разрушение королевы мечей. В каком сценарии? Разрушение своих каких-то убеждений, каких-то своих поступков. Причем эти разрушения, здесь как будто бы очищение. Причем этот сценарий, он не, как бы так сказать, не вы его, что вы его осознаете. Вот это вот разрушение, оно внезапное. Почему? Потому что тогда, когда надо было отказаться от каких-то своих убеждений, то, во что вы верили, вы это не сделали. Вот сейчас наступил такой момент, когда полностью что-то разрушилось. Ну, в данном случае наша финансовая сфера, да, и она создана как раз-таки, опять-таки, кто как смотрит. Кто-то может смотреть и сказать, что у меня все вот разрушено, я остался без ничего. А кто-то наоборот. Вот у меня почему-то идет этот мультик, да, три поросенка. Только третье, все это время, когда кто-то там праздновал, он выстраивал дом из кирпичей, да, то есть смотрел на перспективу, то есть выстраивал тот фундамент, который был необходим. А те, кто выстраивали там поросята из шалаша, из шалаш из, как его, из травы, кто там еще из чего строил. Конечно же, при первом, при первой проблеме, да, когда появился волк и начал дуть, да, вот здесь вот эти вот дома, этих поросят разрушились. Вот вопрос в том, что, во-первых, вас обучают сразу выстраивать уже на перспективу хороший фундамент, на хорошем фундаменте, да, вот то, что вы выстроите сейчас, чтобы оно имело какой-то результат. Это с одной стороны. А с другой стороны, вам нужно разрушить то, что уже отжило, да, то есть у вас как будто бы забирают, да, то, что вам уже не нужно. А в данном случае это какие-то вот ваши убеждения, потому что башня и королева мечей. Королева мечей у нас напрямую связана с переменами, с будущим. То есть она легка на подъем, она готова ко всем переменам, потому что ей самой уже надоел вот это вот, знаете, какой-то холод в душе. Она тоже хочет уже каких-то перемен, изменений, а тут еще и башню. То есть сверху пришло это неожиданно. Как говорится, нежданно-негаданно пришла та проблема, которую нужно решить. И в каком вы сценарии? В сценарии как раз таки, который говорит о том, что нужно разрушить, разрушить какие-то убеждения, которые уже у вас, ну, ну, уже отжили. С чем они связаны? Они связаны с вашей внутренней борьбой. Да, вот здесь вот пятерка мечей идет на повторе. Обращаю, если она повторяется, здесь нам хотят обратить внимание на том, что вы, как вы к себе относитесь. Королева, королева, говорю, императрица, это архетип человека, который любит себя, который понимает свою ценность, свою значимость. Это статус некий, да, не может статусный человек сидеть и заниматься самобичеванием. Говорит, какой я бедный, несчастный, все виноваты, да. Это человек, который несет ответственность за свою жизнь, как минимум. А здесь наоборот, да, здесь получается то, что у нас вот выходила, вот эта детскость, незрелость, когда при первой возможности по пятерке мечей мы сами себя осуждали. Ставили планку высоко, потому что потенциал есть к этому. Но мы не достигали то, что мы хотели. У нас начинается вот эта вот критика, ссор, да, сам себя не понимаю, сам на себя злюсь. Это ни к чему не приводит. То есть это не созидательный момент. Гнев из всех пороков, самый, так скажем, позитивный, позитивный, это как раз таки и гнев. Почему он достаточно позитивный? И он является частью добра, потому что он был создан для того, чтобы человек через вот этот вот гнев, как бы, знаете, встряхивало себя и увидел вот это вот лишнее, да, вот эти вот грехи, которые у него есть, чтобы он от них избавился. То есть когда тебя что-то не удовлетворяет, ты вынужден что-то поменять. Так вот здесь вот этот вот гнев, он благостный гнев, он не негативный, он благостный на то, чтобы разрушить то, что мешает вам прийти к той цели, которой вы хотите, чтобы он помог вам. Как раз таки вот это вот разрушение по Марсу, оно здесь с благими намерениями, для того, чтобы выровнять, да, чтобы прийти вот к золотой середине. Почему? Потому что раньше вот до пятерки у нас идет четверка, да, четверка мечей. Бездействие, когда я ничего не делал и был вот именно вот в этом состоянии ожидания, да, сверху придет какой-то знак, и я это сделаю, и тогда решу, и тогда буду что-то делать. Вот это детскость. А сейчас вам говорят в сценарии, что нет, так не получится. Если ты хочешь стать императрицей, тебе нужно совершать какие-то действия. То есть просто так тебе ничего не будет дано. То есть удача приходит тому, кто что-то делает, а не просто так. И поэтому здесь не нужно заниматься вот этим самобичеванием и переживанием, что у меня ничего не получается, и я не доволен своей ситуацией, и там, я не знаю, обстановка виновата, там государство, правительство, там война, либо еще что-то, да. Нет, во всем можно увидеть шанс. Почему? Потому что ваш шанс, он направлен на то, что здесь идет по башне очищение. Очищение от того, что уже отжило себя. От тех убеждений, от тех мыслей, которые были у вас, которые вам не приносили ничего хорошего, да. Наоборот, они притягивали к вам те ситуации, после которых вы ощущали себя как раз-таки жертвой. Так, давайте посмотрим здесь, на этой колоде, да. В каком финансовом сценарии вы еще находитесь. А вот здесь вы нам показывает позитивный сценарий, да, каком, то есть Солнце, Пашкубков и Королева Жезлов. Здесь нам показывают как раз-таки сценарий, как обучение, как зарабатывать большие деньги. Солнце, это всегда про большие суммы. Это не про обыкновенную зарплату, да. Это, возможно, несколько источников дохода, но это однозначно про лоск, про шик, про изобилие, про удачу, которая как может прийти. У нас здесь вот Пашкубков как раз-таки идет на повторе через какие-то идеи, да, Королева Жезлов, которые мы можем реализовывать. То есть смотрите, с одной стороны идет разрушение, когда вам говорят, вот так как ты мыслил, не надо больше мыслить, потому что ты заново будешь сеять те семена, которые завтра, послезавтра будешь получать то, что ты получаешь сейчас. А тебя это, видимо, не устраивает. Поэтому самообичевание – это не решение. Давай мы будем смотреть позитивно. Каким образом? Здесь нам показывают второй сценарий. Когда вот эти идеи, которые у нас сейчас рождаются, да, Папажу Кубков, какие-то мысли, может быть, воодушевления, может быть, мы давно вынашивали какое-то желание, да. Вот здесь говорят, надо начать, то есть вот сейчас время сажать семена, те, которые приведут нас именно к тем деньгам, которые мы хотим. Причем еще раз скажу, к большим деньгам и удаче. То есть в момент кризиса это самый большой шанс на то, чтобы включить, здесь вам нужно включить свою интуицию. Здесь не надо включать ум в плане того, чтобы как-то вот все просчитать. Здесь надо слушать больше себя. Для чего сейчас будет на приятное время, благоприятное время? Для чего? Для каких идей? Вот королева Жезлов, да, королева Жезлов, верховная жрица. Благоприятное время сейчас, как говорится, знаете, как тихушники, в тикаря все делают, для того, чтобы вот втихую начать сеять какие-то семена на будущее, на будущее, да, то есть никому ничего не говорить, о тех идеях, которые вы хотите воплотить. Здесь вы сеете семена, во-первых, в тишине, в полной уверенности, прислушиваясь к своей интуиции, и воплощая, возможно, если вы занимаетесь какими-то эзотерическими знаниями, да, мистическими науками, то здесь вот это вот очень хорошо будет в будущем работать. То есть вот те знания, которые вы получили, их сейчас нужно материализовывать, их сейчас нужно как-то вот подготавливать к почву, для того, чтобы они расцвели, ну, чуть позже. Но сейчас вы сеете семена, да, вот, отшельник выходит, да, то есть сейчас вы как будто бы подготавливаетесь, но подготовка не на уровне мыслей, там, планирования, что и как, хотя у вас такое присутствует, а вот здесь вы знаете, как будто бы слушай себя, слушай себя, вот что хочет наше сердце, да, какие-то даже сумасшедшие, может быть, идеи, они могут выстрелить, то есть вам нужно будет пробовать, пробовать. С чем связано здесь? Вот спрашиваю, вот смотрите, великий аркан выходит, верховная жрица, отшельник и аркан мира. Завершением и началом чего-то нового, новые возможности, вот аркан мира нам тоже говорит, новые возможности. Вся ситуация сейчас нам показывает о каких-то новых возможностях, эти возможности действительно будут расширять ту область и сферу влияния, в которой вы сейчас находитесь. Пускай сейчас, допустим, пример, если раньше в России использовали, например, внешние, да, заграничные источники, там, условно говоря, YouTube, Instagram, вот, там, TikTok, то сейчас, возможно, какой-то местный сервис, да, там, Telegram, что там еще, ВКонтакты, я не знаю, Routube, какие-то вот другие возможности от троицы, и надо посмотреть, а поскольку это все будет новое, это будет как будто бы новые, новые площадки, новые возможности, новые ниши, которые никто еще не занял. Недавно вот смотрела какой-то ролик, как раз-таки на YouTube, Рыбаков, по-моему, да, русский миллиардер, по-моему, так его фамилия, вот он говорил, да, что очень многие сейчас иностранные компании, да, ушли из России, но потребность-то у людей осталась. Вот, люди, которые действительно не ноют и не плачут по ситуации, а пользуются этим шансом, вот, вот возможность как раз-таки занять рынок, потому что ниша освободилась, потому что конкурентов стало меньше. И вот это вот качество, ту продукцию, которую вы поставляете, да, если она действительно качественная, и когда у людей есть ограниченный, ограниченный, не то чтобы спрос, да, а, ну, условно говоря, предложение, да, то есть, ну, мало людей, которые сейчас могут там предложить какие-то свои услуги, да, вот, вот займите эту, схватите, ухватитесь за эту возможность. Вот здесь вот про это, да, Аркан Мира говорит про новые возможности, которые, может быть, когда-то были скрыты, по верховной жрице, может быть, где-то как-то вы на них не обращали внимания, то, что я говорю, да, например, телеграмму мало кто пользовался, сейчас все туда переходят, вот, что-то здесь такое, увидите новые возможности, но вы сможете увидеть только тогда, когда у вас разум будет холодный, а не тогда, когда вы будете переживать на, на то, что сейчас происходит, то есть, такое ощущение, что вот время не для переживания, а время для действий, у меня чувство, что вот весна, понимаете, в душе весна, цветение, это пора, как будто бы сажать какие-то, вот земля, она очень сейчас плодородная, да, метафорично, то есть, я говорю, сажать сейчас те семена, которые дадут вам в будущем, те результаты, которые вам нужны, сделайте вывод из своего прошлого, да, то, что там пошло не так, что вы делали не так, и вам дается как будто бы новый шанс, чистого листа начать то, что вы хотите, так, какой ключевой страх запускается, вот в ситуации, которые мы сейчас рассматриваем, какой страх, ну вот, страх начинания, туза жезлов, да, что в прошлом все было понятно, но это прошлое вдруг неожиданно перестало работать, ну, закончились батарейки, что делать, нам надо искать либо новые батарейки, либо как-то заряжать, даже если заряжать старые батарейки, да, нужно найти, чем их зарядить, здесь вот вы боитесь начинать, почему, в чем, с чем связан страх новых начинаний, с неуверенностью, двойка жезлов, я не знаю, я не знаю, когда пойти, здесь даже, возможно, не сам страх начинания, как таковой, сколько непонимание, куда, да, куда я должен двигаться, вот с чем страх связан, да, с неуверенностью, вот рыцарь жезлов, все жезлы выпали, дальнейшее движение, то есть я еще не знаю, я не знаю, куда мне двигаться, это когда, знаете, открывается там 100 дверей, и ты не знаешь, и все двери, да, они все хорошие, и ты не знаешь, что выбрать, какую дверь, что делать, вот я спрашиваю, что делать, смотрите, опять жезлы выпадают, тройка жезлов, вам говорится, просто сделай шаг в никуда, неважно, то есть ты сделай первый шаг, вот когда ты сделаешь первый шаг, ты уже потом поймешь, в том направлении ты идешь или нет, если нет, ты можешь всегда вернуться назад, и заново начать свой путь, а когда ты стоишь на одном месте, по двойке жезлов, и топчешься, переправляешься ноги на ногу, ты никогда не узнаешь, что будет за дверью, до тех пор, пока ты ее не откроешь, вот здесь вам образно говоря, показывают, открой любую дверь, вот ты откроешься, смотришь там дракон, гоп, сразу закрыл, пошел к другой двери, но пока ты не откроешь, ты будешь сидеть и думать, выбирать мне ее, или не выбирать, ты открой, ты сделай, ты посмотри, что там есть, а потом в процессе будешь решать, здесь, ну то есть, а вы хотите как будто бы гарантии, да, заранее сначала определиться, уверенно, и потом я пошел, окей, вы пошли, а это оказалось не то, и зачем вы тогда там пытались столько времени, да, то есть гарантии нет, это риск, вот здесь ощущение, как будто бы играем в рулетку, игра в рулетку, да, выстрелит, не выстрелит, хорошо, какой еще здесь ключевой страх, туза мечей, принять решение, да, и смотрите, здесь туз жезлов начало, а здесь туз мечей, принять решение, и страшно за последствия, вам не решение страшно принять, а последствия, с чем я столкнусь в последствии, король жезлов, как вот именно в будущем, да, как все будет развиваться, король мечей, но все равно, есть страх здесь перемен, королева мечей, есть страх перемен, как таковых, пойти вот в это новое, да, принять решение, знаете, такое ощущение, что вот главное сделать первый шаг, вот сделаете, а потом как будто бы вас выбросит этот поток туда, куда нужно, а вам страшно, это как серфинг, пока ты не станешь на эту доску, да, страшно, а когда встал на доску и словил волну, она сама тебя выбрасывает, главное, прочно стоять на ногах, да, и держать баланс и равновесие, вот здесь что-то такое, вы боитесь начинания, два туза, конечно боитесь, когда сформировался этот страх, или это убеждение, вот здесь давайте посмотрим, да, двигаться дальше, когда у вас сформировался, ну, в прошлом четверка пендаклей, и паш пендаклей, когда сформировался, ну, здесь вопрос как раз-таки ценности, да, возможно, возможно, здесь такая ситуация, когда вы в детстве брали на себя какую-то ответственность, ну, то есть, знаете, вот какую-то идею, да, говорили, а давайте вот так, а давайте так, а вам как будто бы, знаете, указывали на то, что, а ты ничего не понимаешь, да, а ты не разбираешься, вот чувство, когда вы хотели как-то взять какую-то инициативу на себя, а вас обесценили, и вот это вот страх, он сформировался тогда, вот четверка пендаклей о чем, да, вот паш мечей, знаете, когда вас как-то словом обидели, когда вас обидели как-то словом, когда вы хотели сохранить что-то, удержать, а вас как будто бы, ну, вот здесь обидели вас, да, знаете, обидели как, обидели, не поверили в ваши какие-то возможности, да, вот ваши способности, здесь звезда вышла, возможно, вы проявляли какие-то наклонности к чему-либо, да, в детстве, и вас как будто бы, знаете, вот высмеивали, говорили, ну, я не знаю, например, мальчик, который любит готовить, да, вот он играется, там, с кастрюлями, еще что-то, ему говорят, нет, этот вот, ну, мальчики в такие игры не играют, либо, как я видела опять-таки в интернете, молодой парень говорит, что меня всегда высмеивали в детстве, когда я вышивала, мне нравится вышивать, да, то есть, и все смеялись, что, ну, парень не может вышивать, ну, это не мужское, как говорится, дело, да, вот эти вот все штампы и убеждения, здесь тоже, здесь какое-то, знаете, у вас был порыв души, вы были в контакте со своей душой, у вас была вот эта вот идея, этот путь, куда вы хотите пойти, и здесь как будто бы вам, вам крылья обрезали, да, вам, вас обесценили, и сказали, что нет, это не твое, и вот здесь вот вы, знаете, либо знаете еще здесь, как может быть, вам как будто бы доверили деньги, мне показывает, как маленький ребенок, а вы то ли эти деньги потеряли, то ли еще что-то, и вот здесь вот этот вот страх, что я снова потеряю, потому что тогда вас как будто бы наказали за это, и у вас остался вот этот вот страх, о том, что вот мне дадут, будут возлагать на меня ответственность, а я не смогу, да, здесь что-то какое-то такое новое может быть, а я почувствую себя там, как-то вот дураком, но вот здесь вот ощущение того, что страх сформировался тогда, когда вот вы были как-то неуверены, вот здесь вот эта вот неуверенность, она присутствует, вот эта неуверенность у нас напрямую связана с ценностью себя, то есть когда я не понимаю себя, я не понимаю, что я хочу, если я не понимаю, что я хочу, то я начинаю колебаться, я начинаю сотрясать пространство, а когда я четко знаю, мне ничего не останавливает, я беру и делаю, а когда я не знаю, что мне делать, я начинаю сомневаться, то есть вот здесь как будто бы нарушена связь с вашим внутренним голосом, с вашей интуицией, вот здесь у каждого по-своему может быть, но однозначно где-то в детстве, когда сформировался ваш страх, ну вот аркан колесо фортуны, о, колесо фортуны, удача, здесь как будто бы, знаете, вот удача вроде бы, это может быть больше, а будет относиться к мужчинам, ну к женщинам тоже, у меня такое ощущение, что знаете, вы как-то вот связаны с играми, да, вот в казино, когда ты вот ставишь на что-то, полная уверенность, вот что я сейчас выиграю, и здесь вот такое тоже ощущение, что вот вы на что-то поставили, и вы были уверены, вы сделали ставку, вы были уверены в том, что все будет так, как вы посчитали, но что-то пошло не так, что-то пошло не так, и у вас возникло такое ощущение, что, здесь как будто бы вас наказали, незаслуженно, вот вы так считаете, что мне неправильно с вами обошлись, неправильно поступили, причем здесь вы как будто бы вините удачу, ну вообще свою жизнь, саму жизнь, что как-то что-то здесь пошло не так, это высшие силы, как-то что-то здесь, что вот я, знаете, работал, работал, что-то такое здесь, я работаю, вкладываюсь, а результаты не получаю, и здесь вот как будто бы какая-то обида у меня идет, и здесь не на какого-то человека, а вообще на жизненные ситуации, что вы делаете, да, вы прикладываете много усилий, что как-то вы не можете, знаете, вот здесь чувство такое, как убеждение, что жизнь несправедлива, вообще, я не знаю, что, например, кто-то родился в богатой семье, у него все хорошо, а я почему должен был родиться в этой семье, вот почему у меня все так, вот как-то, какое-то такое убеждение, что вот несправедливость, здесь чувство несправедливости, либо как будто бы с вами обходились несправедливо, Либо вот вы много чего отдавали, а взамен не получили то, на что вы рассчитывали. Я понимаю, что я сейчас общими словами говорю, но я не могу более конкретно здесь описать ситуацию. Какие действия нужно предпринять для выхода из этого сценария? Просто пойти в новое с новыми, да, десятка мечей, шестерка мечей. Пойти в новое, оставив позади те действия, которые вы раньше совершали на основе вашего прошлого мышления. Десятка мечей это переходный этап, когда человек понимает, что так, как я делал раньше, это уже не работает. И здесь вам как будто бы, здесь интересный момент, который, знаете, вот показывает, что мы, как будто бы вот вселенная говорит, да, я тебе никаких гарантий не дам. Вот просто рискни, просто доверься, а вам страшно. Вам страшно довериться, потому что вы не знаете, кому довериться. Ну то есть вселенная это не конкретный человек, которому можно его пощупать, потрогать и сказать, все, я приду к тебе и спрошу потом с тебя, если что-то не так. То есть это как, знаете, с закрытыми глазами по шуту шагнуть в пропасть, в неизвестность. И здесь вам говорят, что вот ты не шагаешь туда, почему? Потому что у тебя есть вот эти убеждения, да, которые сформировали твою жизнь. А сейчас такой момент, когда хочешь, не хочешь, мы тебя обнуляем. То есть то, во что ты раньше верил, это не будет работать, вот никак не будет работать. А тебе нужно пойти в новое. Это как, знаете, иди туда, как эти ребусы и загадки, которые любят задавать философы обычно. Иди туда, не зная куда, принеси то, не зная что, но нужно двигаться. Ты понимаешь, что в этом есть какой-то смысл, но я этого смысла не вижу и не понимаю. А пока я его не понимаю, я не могу никуда идти. А вам говорят, неважно, понимаешь, не понимаешь, иди, в процессе поймешь. И вы в недоумении. Как? Что? Поэтому какие действия нужно предпринять, чтобы выйти из сценария? Поставить точку на том, во что вы раньше верили. Причем, знаете, вот здесь вот по аркану повешенного, то, как вы себя, то в своих каких-то ограничениях, да, то, когда вы лишали себя чем-либо во имя чего-то большего. То есть здесь как будто бы нужно расширить рамки своей дозволенности. Вот раньше, допустим, вы ограничивали себя, да, экономили, я не знаю, какие-то приоритеты выстраивали, да, что вот это вот на первом месте, а я где-то на втором, на третьем. А сейчас вам говорят, это не работает. Не работает, ты должен сделать по-другому. То, что ты раньше тебя останавливал, то, что раньше ты где-то зависал, бездействовал, вот сейчас этого уже не будет. Я говорю, так как будто вас подключат к новой какой-то батарейке, которая вот никогда не останавливается. А если вы по природе человек, который где-то тормозил, где-то тупил, где-то замедлялся, такое вот ощущение, что... Вы когда-нибудь видели, как черепахи бегают? Жесть, очень быстро. Я два раза в жизни увидела. Один раз увидела своими собственными глазами, маленькая черепашка была у одной моей приятельницы, и мы пришли, это лето было. И вот она, знаете, как дракон защищала свою хозяйку, она обходила и кусала меня за палец на ноге. Я была удивлена, ну, то есть я ничего не делала этой черепашке, а то она подходила, чтобы я отошла от ее хозяйки. И мне забавно было. И вот когда я встала, значит, это самое, бегать стала быстро. И второй раз я увидела в интернете ролик, ну, там уже, конечно, черепаха была большая, знаете, вот от этих больших, которые вот там в полтора метра черепахи, как она быстро побежала к реке. И причем это не было монтажом. А это действительно люди стояли, сами удивлялись, как так. Поэтому и черепаха тоже она бегает. Вот видите, я не случайно вам это сказала, потому что пришло время, чтобы вот ваша черепаха начала действовать, чтобы она начала бегать, чтобы она начала активнее, чтобы она перестала ощущать себя вот этой вот жертвой. Да, я беспомощна, я ничего не могу, я зависима от вселенной. Нет, здесь вы должны будете повзрослеть, здесь вы должны будете совершать действия. Действия, очень много действий. Вам придется двигаться, шевелиться. Хотите вы этого или нет? Хорошо, какие действия нужно предпринять для выхода из сценария? Шестерка мечей. Ну вот смотрите, здесь шестерка мечей, и здесь шестерка мечей. Вообще здесь вот прям дублируется, дублируется. Да, карты вот что тут, что там. Действовать и начать, да. Не убегать, не убегать, не закрываться. Перестать вот так вот по восьмерке жезла в этой колоде, смотрите, знак бесконечности. Человек совершает одни и те же действия, да, по наитию. Нет, здесь нужно выйти из этого порочного круга, начать делать то, что вы ранее не делали. А ранее вы не действовали, ранее вы не брали ответственность за свою жизнь, ранее вы, ну то, что я говорила, да, занимались самобичеванием, критикой в свой адрес, сами себя осуждали, наказывали. А сейчас вам надо по-другому. Не важно как, важно не так, как раньше. Перестать ходить по этому кругу. Вот еще одна десятка. Ну вот прям я удивляюсь. Смотрите, здесь десятка мечей, и здесь десятка мечей. Просто второго сумасшедшего дома, здесь проходит процесс лоботомии. Лоботомия такой болезненный был процесс. Его в прошлом веке применяли как терапию. Для психически больных людей удаляли одну часть головного мозга, да, и в принципе кто-то выживал, а кто-то просто становился овощем, да. Вот здесь вот даже само выражение быть, да, овощем. Здесь клетка вместо головы, она открывается, и вылетает птица, вылетает голубь. А сам сумасшедший, он связан по рукам, по ногам. То есть он чувствует, что он бездействует. Вот эта вот птица, она должна вылететь, да, высвободиться. Здесь такое чувство, что ощущение свободы, да, я уже сам не могу находиться там, где я сейчас нахожусь, да, страхи. Какие действия нужно предпринять? Страхи, перестать, перестать быть в этом чулане, выйти. Не как вот это вот пугало, да, кукла, а человеку самому появиться, начать больше активничать. У меня такое ощущение, что у вас начинается пора действительно не только весны и цветения, а очень активная пора. Вы прям ощутите, вот это пойдет изнутри, желание что-то делать, желание куда-то ходить, знакомиться с людьми, завязывать связи. То есть даже если вы по своей природе интроверт, здесь у вас и даже у интровертов появится такое желание что-то начать делать, да, как-то вот открываться, выходить в этот мир. У вас, вам надоест бояться. Король кубков, вам надоест бояться. Вы устанете вот от, знаете, этих, как они называются, от закузи, да, в нем хорошо, вот эти вот горячие лечебные воды, в них приятно, но ты в них расслабляешься. Такое ощущение, что вот по королю кубков, что по аркану повешенного, что долгое время вы расслаблялись, пришло время активничать, пришло время действовать. Как повлияет проработка вот этого вашего урока, да, если вы начнете действовать на финансовый вопрос? Если вы то, что я говорила сегодня, услышите, ну, как повлияет первое, девятка кубков, да, вы начнете получать удовольствие от того, что тройка педаклей, что вы начинаете выстраивать будущее. Знаете, вы войдете в куст. Сначала вам будет непонятно, потом вас будет как-то пугать, потом вы будете как-то отрицать, а потом в какой-то момент вы расслабитесь, начнете делать и войдете во вкус, и вам понравится. Вам понравится, у вас по аркану смерти произойдут как раз-таки изменения, да, вот то очищение, которое сейчас идет по башне, у вас произойдет в сознании эта трансформация, перемены, и появится туз кубков, появится внутреннее вот это вот наполнение удовлетворения, то, что приведет вас к императрице, благостное вот это состояние, мне хорошо, мне кайфово, для этого нужно, знаете, как этот, когда человек начинает ходить в спортзал сначала, у него все тело болит, начинается такая ломка, а потом он входит в куст, и он уже появляется вот это желание, что я хочу, что если я не пойду, я чувствую, что я что-то важное такой в своей жизни не сделала, то есть тебя тянет, ты понимаешь, что там трудно, сложно, но тебя начинает туда тянуть, да, то есть появляется уже, ну, своего рода зависимость. Хорошо, как повлияет проработка урока на финансовый вопрос? Вот аркан повешенного, вы выйдете из этого повешенного? Пятерка жезла, станете конкурентно способным человеком. И вот опять аркан смерти. Произойдет у вас трансформация в вашем сознании, изменение, ваше мировоззрение по верховному жрецу изменится. Изменится каким образом? Вот вы выйдете из этой четверки монет, которая здесь тоже была, да, когда вы старались удержать то, что, знаете, вы как будто бы не шли в ногу со временем, да, вы старались удержать то, что было для вас ценно, важно, вы хватались, знаете, я не иду, как-то сказать, жизнь меняется, да, люди проходят через мою жизнь, какие-то ситуации, а я за ними не успеваю. Почему? Потому что я не привык к переменам, и мне хочется, чтобы все было вот так, как сейчас. А так, как сейчас, не получится, да, рано или поздно день сменится, и что-то новое все равно в нашей жизни появляется. А я не успеваю за этим. Вот вы хотели, да, удержать, чтобы все было так, как было когда-то раньше. А ситуация сама такая, что уже изменилась, и так, как раньше, уже не будет. Хотите вы этого или нет, да? Вот здесь вот вас вынуждено, то, что с вами будет происходить, оно вам покажет, что вам нужно изменить то, как вы думаете, то, как вы мыслите. Вот даже буквально через месяца три уже вы это заметите, а ближе к лету, вы, оглядываясь назад, вы посмотрите, что да, я уже другой человек. И вот конца 22 года вы посмотрите, насколько вы изменитесь в финансовом плане. Как минимум, я не говорю о том, что у вас деньги появятся, о том, что у вас мышление станет другим. Вы прекратите вот заниматься жалостью к себе. Что будет происходить? То есть я вперед вопроса, что ли, ответила? Хорошо. Что будет происходить? Девятка педаклей. Вы почувствуете опору под ногами, да, плотно будете стоять на ногах. Вы была луна, ваши страхи. То есть невзирая на ваши страхи, да, вы все равно будете двигаться дальше. Страхи. Страхи по поводу чего? По поводу становления себя королевой жезлов, да, такой независимой. Здесь вы придете, что будет? Вы будете бояться, знаете, как это, страхозависимые. Будете бояться, но вы будете в это идти. То есть для вас это как будто бы станет ориентиром, что там, где страшно, мне туда нужно идти. Я не буду понимать, зачем и для чего, но, знаете, какая-то привычка вырабатывается. Вот если выбирать путь, какой? Легкий, светлый, либо туда, где страшно. Нет, я пойду туда, где страшно. Кроме того, что это дико интересно, с другой стороны, если там страшно, значит, там много для меня потенциала, и я хочу этим воспользоваться. Вам будет страшно? Очень страшно. Спрашиваю, чего вы будете бояться? Ну вот, не знаю, какие-то вот внутренние у вас будут волнения, да, волнения по поводу того, что, знаете, вот справлюсь я или не справлюсь, а получится ли все так, как я хочу, по справедливости, или нет. Ну, это нормальное состояние, да, по страхам. Ой, точно. Сори. Правду сказала. Это нормальное состояние бояться. Только для вас. Оно раньше вас останавливало, сейчас будет мотивировать. Точно. Что будет происходить, как перспектива? Рыцарь кубков, у вас будут новые какие-то идеи и двойка кубков. Новые идеи, которые приведут, знаете, какое-то вот ваше внутреннее обновленное состояние вашей души, которое приведет именно к гармонии. Вот то, с чего мы где-то начали, да, здесь где-то двойка кубков, по-моему, была, да, про союз я говорила, я уже не помню, где-то, что нету этого союза. Вот здесь вы придете именно к внутреннему состоянию удовлетворения, да, то есть сейчас, если у вас состояние страха, волнения, переживания, что ничего не получится, да, какая-то вот ностальгия за прошлое, то вы придете именно к внутреннему удовлетворению, да, балансировки. Четверка кубков. Но вы выйдете вот из этого состояния, когда, ну, немножко апатического, да, я не хочу ничего делать, я не знаю, куда мне двигаться. Да, вы станете победителем восьмерки мечей. Вы победите вот свою вот эту вот тупиковость. А почему вы победите свою тупиковость, в которой вы сейчас находитесь? Потому что в вашей голове появятся новые мысли, знаете, вот ощущение того, как и новые нейронные связи, новый путь, который вы провороздите, да, вот в своей голове, то, что вы создадите. Вы начнете, когда вы начнете мыслить по-другому, да, у вас откроется еще больше возможностей. И вот уже не будет вот этого вот ощущения, что я связан по рукам и ногам, и я не могу ничего сделать. Я как будто бы зависим. Вот то, к чему вас учит, к чему вас приводит, к тому, чтобы вы научились создавать свою жизнь самостоятельно, чтобы вы стали ответственным человеком, чтобы вы поняли, что не по колесу фортуны, да, вот дали вам возможность, пришли деньги там как-то вот периодично, циклично, да, и ушли. Нет, а вы имеете контроль, вы контролируете, вы управляете, потому что вы мыслите, вы совершаете какие-то действия. То есть, знаете, вот ощущение того, что вы, у вас как будто бы есть своя какая-то компания, либо империя, и вот вы ответственны за каждого человека, который работает на вас, да, за то, как он будет работать, что он будет делать, будет ли он там элементарно приходить на работу, будет ли он выполнять свои какие-то обязанности. То есть, знаете, ощущение некой такой структурности. Вот, вот, а сейчас вы находитесь в неком таком хаосе, да, неопределенности, куда вас выбросит, туда вы как листик на ручейке. Вот куда ручеёк плывёт, течёт, туда этот листик и падает. А потом не будет так, потом вы станете сами деревом, да, вы будете очень плотно стоять на земле, она на своих ногах. И вы будете, если повеет ветер, да, вы будете либо им наслаждаться, либо наоборот как-то сопротивляться. Всё будет зависеть от вас, понимаете, от того, как вы, что вы будете делать. Сейчас у вас ощущение того, что у вас нету понимания. Здесь как будто бы, знаете, вы действуете тогда, как реакция, обратная реакция. То есть кто-то что-то сделал, и вы как будто бы ответили своим действиям. А потом будет наоборот, потом вы будете источником, который будет издавать эти действия, на которые будут реагировать другие люди, понимаете? Не знаю, насколько понятно объяснила. Здесь вот процесс взросления идёт. Поэтому не огорчайтесь по поводу того, что сейчас с вами происходит. Это всё дано вам для взросления. И это подготовка к солнцу, к большому количеству денег. Если вы будете готовы, если вы поработаете то, о чём я сказала ранее. Вот такой у меня был расклад. Я пожелаю вам всем отличных выходных. Расслабляйтесь, наполняйтесь. Окружайте себя теми людьми, которые действительно приносят вам удовольствие, которые разделяют с вами вашу точку зрения. Если таких людей нет, то элементарно найдите для себя занятия, которые приносят вам удовольствие. У каждого оно своё. Кого-то танцы, песни, кого-то готовка, уборка. Кого-то просто посмотреть какой-то фильм, расслабиться. Либо поговорить с каким-то человеком. Неважно. Важно как можно больше наполнять свою жизнь позитивом. Потому что это ваша жизнь. И всё, что вы видите вокруг, это просто иллюзия. Иллюзия восприятия. Реальность она есть, безусловно. Мы её отрицать не можем. Но так как мы её воспринимаем, эту реальность, это иллюзия. Поэтому если это иллюзия, своё восприятие, вы можете изменить. Изменить его на позитивное. На то, как вы реагируете на все негативные моменты. Ведь это ваша жизнь. Чем больше негативного реагирования в вашей жизни, тем больше негатива в этой жизни у вас лично. То есть другим людям всё равно на нас. Вы ответственны за свою жизнь. Сделайте её прекраснее. Сделайте её светлее. Сделайте её позитивнее. Вам в первую очередь станет от этого хорошо. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Спонсоров ждёт расклад. Если вы ещё не посмотрели. Про Эру Водолея. Что она нам принесёт. Сможем ли мы пройти урок. Либо уроки, которые нам принесёт Эра Водолея. О чём это. Как мы изменимся. В общем, обо всём этом вы услышите в раскладе. А я с вами прощаюсь. До понедельника. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»